Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем работать в тональности Си-бемоль-мажор. Это следующая мажорная тональность. Мы уже поработали в До-мажоре, в Ре-мажоре, в Фа-мажоре, в Соль-мажоре. Это из мажоров. И еще и в минорах поработали. В Ля-миноре, в Ре-миноре и в Ми-миноре. Сейчас переходим к дву... Так, не буду говорить, сколько здесь знаков. Мы сейчас с вами сами найдем, сколько в Си-бемоль-мажоре знаков. Обращаю внимание, что это первая тональность, в названии которой есть слово бемоль. Дальше все мажорные тональности тоже будут в названии своем иметь слово бемоль. Си-бемоль-мажор, Ми-бемоль-мажор, Ля-бемоль-мажор, Ре-бемоль-мажор, Соль-бемоль-мажор и До-бемоль-мажор. Это первая тональность, где у нас Си-бемоль есть. Тоника, главная первая ступень, здесь Си-бемоль. Я у своих ребят спрашиваю, вот, говорю, Си-бемоль-мажор, какая здесь тоника? они говорят си интересно называется себе мой мажор а тоника сигар нет такого быть не может если у нас и бемоль мажор называется значит тоника тоже будет си обязательно бемоль для нашей себе мой вот си оси бемоль бемоль нас понижает ноту на полтона бемоли находится левее как мы помним да вот у нас и бемоль отлично теперь нам с вами мы предположим не знаем сколько здесь знаков но мы знаем структуру мажорной гаммы тоновую полутоновую давайте вспомним структуру мажорной гаммы даже по дом мажору можно посмотреть там знаков нет мы точно знаем тон тон полутон тон 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 полутон два тона полутон и три тона полутон 2 полутон 3 полутон все отлично структуру вспомнили Теперь давайте ее перенесем на Си бемоль мажор. От Си бемоль нам нужно построить целый тон. Так, целый тон это два полутона, то есть нам нужно пропустить какую-то любую клавишу. Вот когда мы на беленьких строили тон, у нас между ними была черненькая. Но я говорила, что у нас может быть и беленькая между нотками, и тогда тоже это будет расстояние целый тон. Итак, нам нужно пропустить вот эту беленькую и взять ноту До. Вот получился целый тон Си бемоль До, это начало нашей гаммы Си бемоль мажор, Си бемоль До. Дальше нам снова нужен целый тон До, Ре, проверяем, это целый тон, черненькая есть? Да. Значит, все отлично, нам пока другой знак не нужен никакой. Си бемоль До, Ре, кусочек гаммы есть. Дальше у нас тон, тон, полутон, нам нужен полутон. Давайте построим просто, возьмем близлежащую нотку соседнюю, Ми взяли, да, и проверяем, здесь тон или полутон. Здесь тон, а нам нужен полутон. Что нам сделать, чтобы Ми на полтона приблизить к Ре? У нас есть специальный знак бемоль, который ее понижает и приближает к Ре. Теперь между ними полутон. Значит, у нас возник еще знак один Ми бемоль. У нас уже был Си бемоль и еще возник Ми бемоль. Помним, в уме держим эти два знака. Си бемоль До, Ре, Ми бемоль. Хорошо, дальше нам нужен целый тон. По аналогии с тем, как мы строили вот здесь, вот пропускали беленькую, целый тон строили. Здесь точно так же пропускаем беленькую, и получается нота Фа. Си бемоль До, Ре, Ми бемоль Фа. Си бемоль До, Ре, Ми бемоль Фа. Вот мы уже построили пять ступеней гаммы. Тон, нам еще нужно два тона, три тона, да, помните? Тон, 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 полутон. Тон есть, сейчас еще один тон нужен. Тон, тон, черненькая есть, ничего не нужно. Еще один нужен тон. Тон, снова тон. Отлично, нам больше ничего не надо. И последняя нам нужна опять полутон. Так, давайте-ка осмотреть. То есть, Ля, ну, во-первых, тут мы помним, что у нас был уже один Си бемоль. Второй, значит, будет тоже обязательно Си бемоль. Это вот первая подсказка, которая нам поможет найти эту ноту. Ну, и, конечно, мы можем построить ее, как мы все строили, проверить, что здесь у нас целый тон Ля Си, и понизить ее на полтона. Ну, а так мы, в принципе, знаем, что здесь Си бемоль, значит, и здесь тоже будет Си бемоль. Так, итак, сколько у нас получилось знаков? Си бемоль До, Ре, Ми, Моль Фа, Соль Ля Си бемоль. Два Си бемоля мы не считаем, это как один. Знак одна и та же нота, просто в разных октавах повторяется. Значит, знаков в Си бемоль-мажоре получилось два. Си бемоль и Ми бемоль. Прекрасно. Как мы будем их записывать? Посмотрите, пожалуйста, в ноты. Си бемоль мы записываем на третьей линейке, а Ми бемоль записываем вверху, между четвертой и третьей линейками. Пузики бемолей должны быть один на уровне Си, второй на уровне Ми. Вот такие вот два знака получились. Итак, теперь строим гамму. И обозначаем устойчивые и неустойчивые ступени. К устойчивым относятся первая, красненьким я их выделила, третья и пятая ступени. Си бемоль, Ре, Фа. И мы их еще и не закрасили. А неустойчивые вторая, четвертая, шестая и седьмая. Если вам видимо скажут свой, пожалуйста, гамму вверх. Что вы сделаете? Как вы споете? Пожалуйста, давайте вместе со мной. Си бемоль, До, Ре, Ми бемоль, Фа, Соль, Ля, Си бемоль. А теперь вниз. Си бемоль, Ля, Соль, Фа, Ми бемоль, Ре, До, Си бемоль. С гаммой разобрались. Теперь давайте споем разрешалочку. Какие ступени в какие у нас идут. До, Ву, Си бемоль. Вы не будем говорить просто До, Си бемоль. До, Си бемоль, Ми бемоль, Ре, Соль, Фа, Ля, Си бемоль. Ну а теперь давайте немножко по ступеням вас погоняю. Вы попоете и поразрешаете. Первая. Си бемоль, третья. Ре. Четвертая. Ми бемоль. Разрешите. Ми бемоль, Ре. Седьмая. Ля. Куда разрешим? Си бемоль. Все ступени вниз неустойчивы, кроме седьмой. Седьмая всегда идет вверх. Хорошо. Так, это что касается устойчивых и неустойчивых ступеней. Дальше обратимся к вводным звукам. Вводные звуки, нижний вводный звук и верхний вводный звук, вводят в тонику. Тоника первая главная ступень любой тональности. В Си бемоль мажоре тоника нота Си бемоль. Си бемоль. Вот у нас тоника наша. И вводные звуки вводят в тонику. Нижний вводный звук снизу. Ля, Си бемоль. А верхний сверху. Ля, Си бемоль. Но не каждая седьмая ступень или вторая будет являться вводным звуком. Если, например, мы сыграем Ля, Соль, Фа, Си. То есть Ля у нас пошла не в Си бемоль сразу, а вначале в Соль, потом Фа, а потом только было Си бемоль. То это Ля не является вводным звуком. А вводным звуком является только та седьмая ступень, которая сразу же переходит в тонику. Вот это действительно вводный звук. То же самое второе касается. Ля, Ри, Си бемоль. Если вот так, то это не вводный звук. Сразу в Си бемоль, если разрешили, то вторая ступень у нас будет вводным звуком. Верхний вводный звук. До, Си бемоль. Нижний вводный звук. Ля, Си бемоль. А теперь давайте на октаву ниже. Верхний вводный звук. До, Си бемоль. Нижний вводный звук. Ля, Си бемоль. Ну вот я вам их написала. Нижний снизу вводит в тонику. Ля, Си бемоль. а верхний сверху. И обратимся к опеванию. Опевание это окружение устойчивых ступеней близлежащими неустойчивыми. Устойчивая это первая, третья, пятая, как помните. Опять устойчивые ступени можно снизу вверх, если сначала берем то, что ниже устойчивой ступени, потом то, что выше, а потом сама она. Вот это называется опевание снизу вверх. Вот давайте опоем первую ступень снизу вверх. Опеваемая ступень появляется в самом конце, уже когда мы ее опели. Теперь давайте наоборот. Опоем первую ступень сверху вниз. Сначала выше, потом ниже, потом она. Хорошо. Теперь опоем третью ступень устойчивую. Вот это нота ре. Ниже ее до, выше ми бемоль. Опеваем третью ступень снизу вверх. Си бемоль. Ре. До. Ми бемоль. Ре. А теперь опеваем третью ступень сверху вниз. Ми бемоль. До. Ре. И осталась опять пятая ступень. Фа. Ниже фа. Ми бемоль. Четвертая ступень. Выше фа. Соль. Так, ну давайте найдем ее. Потрезвучу. Си бемоль. Ре. Фа. Опеваем снизу вверх. Ми бемоль. Соль. Фа. Ми бемоль. Соль. Фа. А теперь сверху вниз. Соль. Ми бемоль. Фа. Вот мы опели все ступени. Ну а теперь давайте я вас попрошу. Спойте, пожалуйста, первую ступень. Си бемоль. А теперь опевание третьей ступени снизу вверх. Помните, третья появляется в конце. Так, третья. До. Ни бемоль. Ре. А теперь прыгните на верхний водный звук. Ля. Си бемоль. А теперь шестую ступень найдите. Ни бемоль. Соль. Шестую и седьмую ступень легче искать при движении вниз. Ну не отсюда считать вверх шесть ступеней или семь, да? А мы знаем, что седьмая сразу под первой, а шестая через две под первой. Через одну точнее. Ну вот пропускаем, и она будет вторая по счету. Итак, шестая. Соль. Разрешите. Фа. Сделайте опевание пятой ступени сверху вниз. Фа. Сверху вниз. Соль. Ми бемоль. Фа. Верхний водный звук в тонику. До. Си бемоль. Прекрасно. Ну а теперь давайте мы с вами перейдем к устойчивым интервалам. Устойчивые интервалы. Это интервалы, которые включают в себя только устойчивые ступени. Первую, третью и пятую. Найти их очень просто по тоническому трезвучию. Трезвучие это аккорд, это не интервал. Из трех звуков состоит. Си бемоль. Ре. Фа. Но по трезвучию очень легко искать устойчивые интервалы. Берем нижние два звука трезвучия. Си бемоль. Ре. Это устойчивая большая терция. Си бемоль. Ре. Обращаем, то есть переворачиваем ее. Нижний звук на октаву вверх перемещаем. Получился еще один устойчивый интервал. Си бемоль. Ре. Ре. Си бемоль. Была большая терция, а стала малая секста. Большие обращаются в малые терции, в сексты. Три плюс шесть будет девять. Всегда два взаимообращаемых интервала дают девять. Три плюс шесть девять, да? Так, хорошо. Теперь берем конец. Три звуча, два последних звука. Ре. Фа. Си бемоль про себя спели. Ре. Фа. Ре. Фа. Устойчивая малая терция. Обращаем, переносим нижний звук на октаву вверх. Фа. Ре. Получилась устойчивая большая секста. Вот еще у нас получилось две устойчивых терции. Большая и малая. Большая начинает. Три звуча, малая заканчивает его. И две устойчивые сексты. Ре. Си бемоль. Малая секста. Фа. Ре. Большая секста. И остались крайние звуки трезвучия. Нижний, верхний, средний пропускаем. Си бемоль. Ре. Фа. Они образуют устойчивую чистую квинту. Си бемоль. Фа. Обратите, пожалуйста, переверните. Фа. Си бемоль. Иногда говорю, ребятам, обратите. А они поют. Си бемоль. Фа. Фа. Си бемоль. А я говорю, нет, это вы не обратили. Это вы спели ту же самую устойчивую квинту, но только вниз. Нужно обязательно на октаву вверх нижний звук перенести. Тогда это будет считаться обращением. Си бемоль. Фа. Фа. Си бемоль. Отлично. Это у нас чистая квинта обращается, помните, я вам говорила, что девятка в сумме. Девять минус пять будет четыре. Квинт обращается в кварту, а чистые обращаются в чистые. Вот у нас шесть устойчивых интервалов. Плюс к этим шести у нас еще есть прима устойчивая. Их три. Столько же, сколько устойчивых ступеней. Си бемоль. Си бемоль. Ре. Ре. Фа. Фа. Вот и хорошо. Ну и теперь на каждой ступени устойчивой я написала подряд от самого узкого к самому широкому все устойчивые интервалы. На первой чистая прима. Си бемоль. Си бемоль. Большая терция. Си бемоль. Ре. Чистая квинта. Си бемоль. Фа. Чистая октава. Си бемоль. Си бемоль. На третьей ступени чистая прима. Ре. Ре. Малая терция. Ре. Фа. Малая секста. Ре. Си бемоль. Чистая октава, ре-ре-ре, и на пятой ступени чистая прима, фа-фа, чистая кварта, фа-си-бемоль, большая секста, фа-ре, чистая октава, фа-фа, ну вот в си-бемоль мажоре для второго-третьего класса в музыкальной школе пока нету тритонов, этого вполне может хватить. Хотя, конечно, еще хотелось бы разрешение интервалов немножко рассказать ребятам, но это уже для второго-третьего класса больше будет, а моим ребятам это не надо. Ну как мы разрешаем интервалы? Точно так же, как и устойчивые ступени, помните, как мы разрешали? Вот первую не надо разрешать си-бемоль, а на первую четвертую найдите си-бемоль, ми-бемоль, как мы ее разрешаем? Переводим в устойчивую, близлежащую, все идут вниз, кроме седьмой, седьмая вверх, ми-бемоль в ре, а теперь давайте на первой ступени кварту построим. Си-бемоль, это четыре ступени, си-до-ре-ми, си-бемоль, ми-бемоль. Как эту кварту разрешить? Сначала нижний звук разрешаем, потом верхний, си-бемоль нижний устойчивый, его разрешать не надо, значит мы его повторяем. Си-бемоль, а ми-бемоль куда пошел? В ре, получилось си-бемоль, ми-бемоль, чистая кварта, си-бемоль, ре, большая терция. Вот разрешение интервалов. Каждый звук сначала нижний разрешаем, потом верхний, и поем их снизу вверх. Си-бемоль, ми-бемоль, си-бемоль, ре, а вот давайте терцию на второй ступени. До, ми-бемоль, до пойдет в си-бемоль, ми-бемоль пойдет в ре, си-бемоль, ре, вот мы разрешили малую терцию на второй ступени. Это вот принцип разрешения интервала. Но это может понадобиться тем, кто занимается уже в 2-м, 3-м классе, может быть, 4-м. Ну и не будет лишним и для моих ребят узнать. Они у меня очень умные, я думаю, что поймут, и все будет хорошо. Вот и прошли мы с вами сибимоль-мажор. Будем еще урока 3, наверное, в нем работать, а я желаю вам удачи.